Как вы себя чувствуете? Хорошо. Бывало и лучше? За этот сезон после короткой программы, наверное, не бывало лучше. Тем не менее, очень долго к этому шли. Вы много дней провели здесь, на Олимпиаде. Долго ждали своего старта, много тренировались. Что сегодня испытали, когда выходили на лед? Было ли это какое-то волнение, или это было ощущение, что наконец-то все началось? Как это было? Да, в этот раз могу сказать, что другие ощущения. И намного меньше было волнения. Мне очень хотелось пыть, очень хотелось прокатать программу. Я очень долго этого ждала, из-за того, что выступали. Мы ходили, смотрели на мальчиков, как они стоили на командные сливания, потом на мальчиков. И очень хотелось выступить здесь. Я очень рада, что я здесь. Если говорить по прокату, не получился тройный аксель. Были сомнения вообще делать его или нет? Обсуждалось ли как-то все было? Нет. Это не обсуждалось, не обсуждается и не будет обсуждаться. То есть это прыжок, который должен делаться и должен получаться? Да. Вне зависимости от состояния, настроения и прочего? Да. Он и получается на тренировках. Мы видели. Вне зависимости от состояния. На соревнованиях пока что не могу. И сегодня, насколько тяжело было после этого момента как-то собраться? Понятно, что глобально в жизни фигуристки это не то, чтобы что-то произошло. Но тем не менее. Пока что я еще на соревнованиях не прыгала аксель чисто. Поэтому я знала, что делать. Сейчас, повторюсь, мне очень было приятно кататься. Я во всем остальном была уверена и старалась показать больше эмоций. Актистизм, не знаю. Вы, несмотря на 18-летний возраст, очень опытная спортсменка. И прекрасно понимаете, что и как нужно делать для того, чтобы подниматься с такого непривычного четвертого места по итогам короткой программы. Какой план на произвольную? Что это должно быть? Это все пять четверных. И сейчас я вам покажу, как надо. Или надо как-то осторожно, ну не знаю, поразбушать на эту тему. Как кобыть произвольный? Посмотрите, это я рассказывать не буду. Но вас как-то это злит? Заводит или раздражает? Я еще раз повторяю. Когда вы смотрите на четвертое место по итогам прокороткой? Я не смотрю на четвертое место. Я делаю свое. Я каталась для себя и буду кататься произвольно для себя. И не от места, от того, как откатались другие, не влияет мой контент. Он влияет только от моей формы. И обсуждаю его я только с тренерами и решаю в итоге все равно сама. Здорово. И последнее, естественно, не могу не спросить, как и все остальные. Как поддерживали Камилу? Насколько она сегодня была похожа на себя? Потому что вы катались в одной разминке, вы вместе выходили на лед. Видно ли было, что она, может быть, не такая, как всегда на соревнованиях? Как на сегодня? Не могу я на этот вопрос никак ответить. Она на разминке смотрела только на себя. Естественно. И сконцентрировала только на своих прыжках, на своем катании. Поэтому про сегодняшний день ничего не могу сказать. Так мы старались общаться. Просто, как всегда, ничего не обсуждали. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.